Сегодня у нас 22 октября 2020 года. Разговор наш пойдет о чистке лица, об уходе за проблемной кожей. Причем будем сегодня разбирать такой нюанс, как уход за подростковой кожей и за кожей с возрастным акне. Потому что, в принципе, хотя в уходе, честно сказать, особой разницы, именно в использовании противоспалительных каких-то лечебно-профилактических средств разницы нет. Но, учитывая то, что пациенты с возрастным акне, они хотят все-таки уходом еще и какие-то свои проблемы, именно связанные с фото и хроностарением, решать параллельно. Могут быть еще какие-то дополнительные потребности кожи, то есть дефицит влаги, проблемы с микроциркуляцией, с нарушением тоничной кожи, сосудистые проблемы, склонность к отекам, еще что-то. Ну, то есть здесь, конечно же, у подростков проблемы более локализованы. И, соответственно, да, будет только, я сказала, будет запись обязательно. Я вижу, что у вас выпадает интернет часто, но не переживайте, просто перезаходите, и, соответственно, то, что не услышали, трука, ну, потом запись будет. Так вот, сегодня, учитывая то, что мы, в общем-то, проводили уже вебинары на тему чисток лица и даже очные мастер-классы и, собственно, ухода за проблемной кожей, у нас очень много всякой информации и такого образовательного контента лежит на нашем сайте, соответственно, на канале Гельтек. YouTube тоже можно, и кто вдруг не подписан, и можно посмотреть. Но сегодня я бы хотела сакцентировать немножечко внимание свое именно на вот этих двух нюансов. Чем отличается, как, собственно, вести именно в уходовом плане, потому что, естественно, схемы лечения мы с вами разбирать не будем, потому что понятно, что вебинар не только специалисты смотрят, да, и я не сторонник того, чтобы давать схемы лечения с дозировками и так далее, для того, чтобы люди, собственно, самолечением занимались и наносили себе вред, не имеющий профильного вызывания. Потому что кожа у всех разная и очень индивидуальная, собственно, эта патология проявляется, акне, да, еще может быть папа в пастулезной стадии розаца, которую человек несведущий может, например, принять за акне, или наоборот. Вот, и совершенно отличается подход. Так вот, начнем с чисток лица, да. Ну, для начала вспомним, какие бывают чистки. Собственно, я разделяю по методу воздействия их на два вида, то есть это атравматичная чистка, когда мы фактически не касаемся лица пациента никаким инструментом и руками. А инструмент у нас чаще всего для чистки какой присутствует? Вот это ложка ума, это наши пальчики, и это, собственно, стерильная игла, которая чаще всего используется для медсотерапии, потому что ей удобно удалять, например, миллиумы, и можно вскрыть какой-то такой слезный элемент, который имеет такую очень затвердевшую корочку-крышечку, когда иногда проще поддеть. Вот, рекомендую использовать как раз такой вариант, а не старую древнюю иглу и далее, которые, собственно, нужно ее стерилизовать и прочее, да, и иглу можно выбросить, она всегда одноразовая, поэтому я, честно говоря, за то, чтобы в процессе каких-то манипуляций все, что можно сделать одноразовым, сделать одноразовым. Так вот, как в составе отравматичной чистки, но реже, да, так и в составе комплексной чистки, когда мы все-таки прикасаемся к пациенту руками, инструментом, может быть аппаратная чистка. То есть аппаратная чистка – это не самостоятельная процедура, как здесь на слайде я написала, а этап какой-либо чистки лица. Поэтому не совсем правильно было бы, да, приглашать пациента, например, в салон на ультразвуковой пилинг, если подразумевается только ультразвуковой пилинг. Потому что по факту ультразвуковой пилинг – это предуход, это начальный этап какого-либо вида чистки. И никогда ультразвуковым пилингом процедура не заканчивается. Она и начинается, как правило, после поверхностного очищения. И, собственно, помимо ультразвуковой пилинга есть еще две разновидности аппаратных чисток, которые, в принципе, пользуются, ну, востребованы достаточно популярностью. Я не вписала как раз на этом слайде еще один вид – это вакуумная чистка, которая уже, ну, как говорится, отжила в большинстве случаев свое и не используется чаще всего. Ну, может, где-то там, в каких-нибудь совсем-совсем отдаленных регионах, где с прогрессом тяжело. До сих пор еще она, может быть, и используется. Но она, в общем, как говорится, уже казунистикой стала. Так вот, из аппаратных чисток чаще всего используется ультразвуковой пилинг или бальваническая дезинкрустация, то есть чистка лица при помощи низкочастотного ультразвука либо постоянного тока. И, как вариант, еще существует газо-жидкостной пилинг или джет-пил. Ну, джет-пил – это такая немножко более развернутая процедура, многофункциональная, она даже не столько чистка, сколько, ну, опять-таки, как чистка, как подготовительный этап. Все равно мы комедоны, например, не можем убрать никак иначе, чем руками, и пустулезные элементы мы не можем убрать никак иначе, чем ложкой уна. Поэтому, конечно же, газо-жидкостный пилинг – это тоже подготовка. Но он еще имеет определенные функции, например, он очень хорошо обеспечивает лимфодренаж, потому что делается по определенным схемам, которые соответствуют лимфатическим коллатералям, поэтому джет-пил, например, очень хорошо освежает лицо, снимает отечность, то есть именно как такой уход. Вот, и не обязательно при этом должен быть выражен эффект именно от чистки. То есть он такой комплексный. Вот, поэтому мы должны понять с вами, когда делать чистку, когда можно делать чистку, и, соответственно, эти постулаты, да, правильно, относятся как раз к комплексной чистке, в которую входит этап, собственно, мануальной чистки, то есть чистки руками инструментов. Так вот, когда мы ее будем делать? Мы будем делать, если есть гиперкератоз и комедоны. То есть комедональная форма акне – это такое прямо вот абсолютное показание к комплексной чистке. Как правило, сопровождается это всегда гиперкератозом, и фолликулярный вообще гиперкератоз – это одна из основных причин возникновения акне. И поэтому, конечно, избавлять эпидермис от избытка рогового слоя, да, то есть наслоения мертвых тироциноцитов – это, в общем, очень хороший подход, который позволяет улучшить состояние кожи. Следующий момент – если на лице менее 10 воспалений. Ну, я сейчас говорю о лице, но, кстати, мануальная чистка и чистка даже атравматичная, она может проводиться не только на лице, но и на других сибарийных зонах. Мы с вами знаем, что высыпания могут быть не только на лице, они могут быть и на груди, и на плечах, и на спине очень часто. И, в принципе, иногда имеет смысл обрабатывать эти зоны, да, действительно, косметологи могут чистить спины. Вот. Поэтому ограничением является количество воспалений, то есть активность процесса. То есть в обострении, да, когда у нас много воспалительных элементов, много папул, много пустул, мы не можем делать комплексную чистку с мануальным этапом, потому что кровы кожные повреждены, можно сказать, да, то есть у них очень много воспалительных элементов. И, в принципе, мы нашими манипуляциями можем только еще улучшить процесс. Поэтому если менее 10 воспалений, да, мы их можем, например, убрать, какие-то пустулезные элементы, папул мы не трогаем никогда, то тогда мы можем сделать чистку. Если их много, то мы сначала лечим консервативно, а потом уже где-то там, допустим, когда уже процесс немножко утихнет, как правило, это где-то недели через три, мы можем пригласить на чистку. Но существует для этого а, травматичная чистка, целью которой как раз является избавление от гиперкератоза, то есть отшелушивание по-хорошему, да, эксфолиация эффективная и воздействие на работу, секрецию сальных желез. Мы можем, в принципе, помочь этому пациенту быстрее выйти на то состояние, когда мы уже можем его почистить, например, или когда вообще уже не понадобится чистка, это в идеале. Поэтому, да, травматичная чистка существует для таких случаев, когда воспалений больше 10, и мы должны, как говорится, хоть что-то сделать, но много мы не можем сделать, да, мы можем сделать а травматичную чистку, то есть по факту произвести поверхность очищения мягким нераздражающим средством, например, гелем очищающим, да, или муссом очищающим салуинера, кто любит какую-то больше текстуру, кому что больше нравится. Мы можем обязательно сделать эксфолиацию эффективную, мы можем использовать энзимную пектиновую маску под пленку, как холодное распаривание в сочетании с легким поверхностным пилингом. Мы можем использовать какие-то средства, содержащие небольшой процент слициловой кислоты для растворения комедонов, опять-таки, да, в виде каких-то лосьонов или тоников. И проведя этот этап холодного распаривания, разрыхления эпидермиса, мы, как правило, то есть в комплексной чистке мы приступаем к мануальной чистке тогда, да, зонально. То есть по зонам освобождаем кожу от пленки, смывая разрыхляющее средство, мы начинаем убирать воспалительные элементы и комедоны. А при атерматичной чистке мы смываем при помощи, как правило, какого-то тканого полотенчика, то есть, естественно, не голыми руками в печатках, а чтобы еще какой-то элемент эксфолиации за счет мягкого трения нетканого полотна о кожу, да, происходило, мы убираем разрыхляющее средство и наносим порослуживающую маску на основе коалина. К сожалению, моему глубокому, но работа над этим ведется. В гильтеке пока еще нет маски с коалином, надеюсь, что скоро появится, но пока можно прекрасно комбинировать, например, средства гильтековские для чистки с, например, средствами других компаний, которые вас устраивают, да, то есть я очень часто комбинирую, многие знают об этом, мои пристрастия, то есть я люблю, например, маски с коалином, израильские фирмы одной небезызвестной и ввожу их в процедуру, в протокол чисток, также я их же использую средства для подсушивания удаленных экстрагированных пустул на основе камфора и цинка, и, собственно, здесь как бы ничего предосудительного нет, мы как раз не ратуем за то, чтобы вот только одна линейка, ничего не комбинировать, шаг в левый, шаг в правый расстрел, нет, если мы знаем составы, если мы прекрасно знаем особенности компонентов, как они будут воздействовать на кожу, то мы можем с успехом комбинировать средства и различных линеек, в том числе, причем экономия сильно на этом себестоимость, потому что, например, я не вижу смысла той же самой израильской фирмы взять очищение, и взять, например, энзимный пилинг, который будет в три раза дороже, чем, например, гельтековский, и комбинируя эти средства, например, и средства, завершающие эффектом, от которых я очень довольна, с, например, глиняными масками или болтушками, того, чего у нас нет, других компаний, я получаю оптимальную себестоимость и оптимальное соотношение цены и качества процедуры. Так вот, третий пункт. Если кожа не разоржена, мы можем делать чистку, то есть обострение розация, обострение какой-то аллергоготовности организма, то есть какая-то реакция гиперчувствительности присутствует на коже. То есть любая, любая какая-то повышенная реактивность – это противопоказание к чистке, то есть это не абсолютно противопоказание, а относительно. Естественно, когда кожа успокоится через некоторое количество дней, то можно чистку этого пациента сделать. Но в тот момент, когда у него обостряется его хроническая патология или что-то острое наступило, или, допустим, у него на фоне ОРВИ или гриппа перенесенного чувствительность кожи изменилась, или он использовал какие-то активные средства с раздражающим эффектом – кислоты, ретинол. И как раз пришел к вам на этапе, когда у него, например, вот ретинол возник ретиноевый дерматит, который, в общем-то, является прогнозируемым побочным эффектом, но он должен немножечко уйти, он должен проконтролировать это дело при помощи, ну, как бы поиграться с количеством препарата, нанесенного с частотой нанесения. И когда вот это вот все уйдет, тогда можно уже делать чистку, даже отравматичную, потому что когда есть обострение розации, какая-то реакция гиперчувствительности, аллергии, ни в коем случае не надо делать даже отравматичную чистку, потому что средства, которые наносятся на кожу, могут вызвать неадекватную реакцию, и сама вода даже, контакт с водой, например, для пациентов с розацией, иногда это такой достаточно ощутимый фактор раздражающий, да, фактор ухудшающего состояния кожи, идет обострение. Поэтому кожа не должна быть раздражена. Не должно быть обострения герпетической инфекции, это важно, потому что после чистки мы можем этот герпес разнести очень значительно, и, вряд ли пациенту такой результат нужен. Поэтому, если у человека есть герпетический какой-то элемент, высыпало что-то, не дай бог, там на губе или вокруг носа, то мы на чистку такого пациента не берем, в том числе на травматичную тоже. Если у пациента герпетическая инфекция очень часто обостряется, и он знает, что у него очень часто после чистки, после каких-то манипуляций, плюс он еще, может быть, подстыл, боится, что у него там что-то сейчас вылезет, но все-таки он записался на чистку, и он не болеет в данный момент, то, в принципе, можно, так же, как и перед, например, некоторыми инъекционными процедурами, перед, например, лазерными шлифовками, можно, конечно, профилактически там три дня до, три дня после пропить противовирусный препарат, который ему привычен, да, тот же самый зомераксиномоцикловир, и, соответственно, предотвратить обострение герпетической инфекции, но если человек в обострении герпетической инфекции, если у него какое-то заболевание аденовирусное на данном этапе, недолеченное, или вот только-только какой-то продромальный период, да, то на чистку тоже мы брать не будем. Ну, и когда еще делать чистку, да, когда у нас расширены поры, когда у нас густое, трудно эвакуируемое кожное сало, вот здесь как раз нам в помощь очень хорошо может пригодиться этап гальванической дезинкрустации, потому что ничто так хорошо не убирает, то есть не растворяет прямо в протоках сальных желез комедоны, кожное сало, вот эти, перемешанные с детритом, с вот этим отшелушенным эпителием, который внутри протоков тоже присутствует, не только снаружи, да, на поверхности эпидермиса. Вот это как раз хорошо очень убирается, устраняется, растворяется при помощи воздействия гальваническим током по щелочному препарату, берется гель для дезинкрустации наш гритековский, берется лосьон для дезинкрустации, это два препарата, которые у себя, наверное, прекрасно знаете, которые имеют одинаковый состав, но разную текстуру, один гель, другой тоник, ну, не тоник, а лосьон. И, соответственно, гальваническая дезинкрустация у нас проводится с ценным током по определенному алгоритму, чуть попозже еще вспомним о нем, и как раз учитывая то, что постоянный ток в купе с щелочным вот этим препаратом, с двумя препаратами, вызывает реакцию омыления жиров, то есть глицеринов кожного сала, фактически прямо на коже, то есть кожное сало омыляется прямо на коже, превращается в мыло, проще говоря, и мы это мыло вместе с остатками белковых каких-то элементов, то есть мертвых кератиноцитов, протеолиз все-таки происходит тоже параллельно, мы это все убираем, и таким образом устраняем вот это вот густое кожное сало из протоков, там крышечки с комедонов растворяются, то есть кожа становится более чистая, поры тоже становятся уже, если особенно это делать каким-то курсом, иногда действительно, ну когда-то кому-то чистка нужна эпизодически, там раз в месяц, условно говоря, если человек дома ухаживает адекватно, он не провоцирует расширение пор и скопление там секрета сальных желез в перемешку с сосуточным эпителем, у него немного воспалительных элементов, да, или вообще их нет, то есть не всегда чистку нужно прямо делать часто, более того, чаще, чем раз в неделю, там раз в 10 дней ее делать вообще не надо, потому что это все-таки какое-то немножко агрессивное воздействие на кожу, а кожу, кожа надо дать восстановиться, всегда успокоиться, микробиомство восстановить, нормальный микрофор, чтобы восстановить нормальный микрофлор, очень хорошо использовать профилактические средства с пре-пробиотиками, да, то есть с лизатами бактерий, с инулином, с альфаглюканом, у нас в Глитеке тоже есть такой препарат сыворотка пробиоскин, который тоже успокаивает и восстанавливает, и даже вот недавно получили отзыв от пациента, что много лет лечил перераный дерматит, а тут воспользовался пробиоскином какое-то время, и получил очень стойкую ревиссию. На удивление, да, то есть этот препарат в принципе для этого не предназначен, но видимо у данного пациента состояние микрофлоры очень сильно влияло на процесс, как говорится, и когда восстановилась нормальная микрофлора, патогенная, микрофлора была подавлена, и в общем можно, да, логически можно предположить, как препарат сработал, но честно говоря, это уходовый препарат, лечебно-профилактический, он не предназначен для лечения перерального драматита, но мы были очень удивлены и рады такому эффекту. Это не значит, что у всех пробиоскин будет излечивать переральный драматит, нет, конечно, но вот такой вот отзыв у нас тоже есть. То же самое, как с нашим гелем интенсив-регенерация, мы его рекламируем, как бы позиционируем как спилинговый гель, какие-то поверхностные повреждения для заживления и так далее, а у нас есть много достаточно отзывов о нем, как вообще о средстве, которые достаточно крупные травмы действительно излечивали, затягивались крупные такие повреждения очень глубокие, именно травматично не связаны с косметологией, а связаны с бытовым травматизмом. Поэтому на самом деле нам всегда радостно знать, что наши препараты более широкий спектр оказывают воздействие, нежели мы сами предполагали, создавая их, и поэтому всегда фиксируем такие отзывы мне довольны. Так вот, для того, чтобы вспомнить типы кожи, нам надо вспомнить, чтобы понимать, собственно, с чем мы имеем дело, ну, естественно, вы все это, скорее всего, знаете, я просто быстренько проговорю, что типы в коже у нас официально четыре, некоторые, ну, по некоторым данным литературным сейчас такая есть тенденция как бы вообще говорить, что их три, вот, нормальная, сухая, жирная, а комбинированная это, как правило, под тип или разновидность одного, как говорится, из двух типов, то есть, либо сухой, либо жирной, ну, либо нормальный, например, с комбинацией нормальной с жирной, или сухой с жирной, то есть, щеки имперсухие, это зона жирная, да, это комбинированная кожа. Ну, я по старинке, как говорится, все-таки придерживаюсь классической классификации, комбинированная кожа это наиболее часто встречающийся тип, сухая кожа, ее всегда можно отличить по отсутствию визуализирующихся пор, то есть, пор на сухой коже не видно, поэтому, когда приходит пациент и говорит, что у него сухая кожа, у него все стягивает, умывается он, ему стягивает, крем наносит, ему стягивает, гель наносит, ему еще больше стягивает, а у него поры, извиняюсь, пальцы толщиной и отовсюду торчат комедоны, вот, ну, это я так уже утрирую, шутя, то, конечно, эта кожа будет либо жирная, либо комбинированная, но обезвоженная, и вот это, так называем, сухость и даже шелушение, повышение чувствительности, это как раз состояние кожи, да, но не тип, тип дается нам с рождения, он не меняется, но частично может смениться, конечно, интенсивность выработки кожного сала, например, у женщин, кальмактерии, на паузе, но не более того, вот, к состояниям кожи, в которых может оказаться любой тип кожи, это обезвоженность, то есть недостаток влаги, то есть сухая кожа, это недостаток липидов, да, а обезвоженная кожа, это недостаток влаги, либо транспорт влаги затруднен, как правило, у нас все-таки кожа получает влагу больше из ниже лежащих слоев, то есть из крови, условно говоря, из кровеносных сосудов, то есть из дермы, она проходит уже в верхние слои, в эпидермис, и в этом участвуют как раз различные механизмы, те же самые клопорины, те же самые пептиды могут стимулировать некоторые, да, как у нас, например, в 3D-увлажнении пептид, дифопорин, вот этот именно транспорт, влаги из нижней лежащих слоев поверхностные, и частично, конечно, кожа увлажняется из атмосферы, условно говоря, то есть она может увлажниться в воздухе, задержащей влагу, да, или каким-то косметическим средством, который содержит увлажняющий компонент, или который позволяет удержать влагу в коже, да, то есть какие-то, например, компоненты, которые образуют воздухопроницаемую, желательно, да, дышащую, или пленочку, как то, например, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, или хитозан, или, например, фукагель, пребиотик, да, компонент с увлажняющим таким действием, то есть много, на самом деле, есть компонентов, как глицерин, тот же самый, вот, в небольшом проценте, разумеется, небольшой концентрации, то есть то, что может помочь удержать влагу. Так вот, чувствительность, это тоже состояние кожи, да, любая кожа может стать чувствительной вдруг, и, кстати, тоже различные ошибки в уходе приводят к повышению чувствительности, либо чрезмерно или слишком часто используем агрессивных средств, да, все хорошо с кислотами, ретинолом, да, ретинол, кислоты и эпиды, это три, как это, слона, на которых стоит наш рутинный уход, но, как говорится, не надо поступать по принципу, заставить дурака Богу молиться, он и лоб расшибет, потому что, действительно, если переборщить с такими сильнодействующими активами, как то, например, кислоты или ретинол, можно получить обезвоженную, гиперчувствительную, пересушенную кожу и, собственно, обрести какие-то проблемы новые, поэтому все нужно делать с умом и по инструкции. У нас тоже сейчас вышли два препарата, ну, чуть раньше вышел ретидерм, ретинол 0,25% с липосомальной формой тинола с двумя формами, вторая – это чистый ретинол, и это не эфиры, не полиметаты, ацетаты, а это именно чистый ретинол, который, пройдя этап превращения в ретинодигид, превращается непосредственно уже в ретиновую кислоту. И все препараты с ретинолом, они достаточно сильные, есть свои нюансы применения, у нас есть на эту тему подробный обзор карточки препарата на нашем сайте, и есть вебинары про уход 40+, которые из последних можно посмотреть, как применять правильно ретинол, как с кислотами, сочетать, как с пептиидами, сочетать, ну, как вообще сочетать эти сильные действующие препараты, которые имеют свои цели в основном решения проблем, чаще всего возрастных, поэтому как раз вот, чтобы не привести свою кожу в состояние чувствительной, нужно все эти правила соблюдать. Кожа может быть проблемная, то есть не всегда это акне или папулопостулезная стадия розации, это может быть, например, склонность к воспалению, то есть, например, у женщин перед критическими днями возникает в типичном месте несколько каких-нибудь воспалительных элементов, и, соответственно, такие вещи связаны с волнообразными такими изменениями гормонального фона, и, в общем-то, ну, никакой особой такой проблемы, кроме того, что они доставляют неудобства эстетическое, а иногда еще и неприятное, потому что большие, например, крупные подкожники, они еще и болят, и, собственно, с этими проблемами тоже можно попытаться справиться, конечно, мы не можем контролировать вот эти вот эпизодические изменения гормонального фона, не всегда, да, если это какая-то патология есть, да, там есть препарат, который это регулирует, но если это все более-менее в норме, и вот такая вот штука сопровождает нас каждый месяц, то мы можем просто постараться как бы предотвратить или минимизировать эту проблему, да, для этого можно противоспалительный как раз лечебный от, лечебно-профилактически использовать, то есть за неделю до предполагаемых критических дней, например, начать использовать сыворотку стоп-окна или использовать как раз сыворотку новую, нашу альфа-дерм с миндальной кислотой, ахо-комплексом, мы можем использовать какие-то средства локальные, да, болтушки на основе цинка, к примеру, там, какие-то другие вещества, которые мы непосредственно локально для подсушивания самого воспалительного элемента, если он все-таки ввес используем, да, то есть мы можем какие-то маски те же самые глиняные с рассашивающим действием использовать локально, да, на ночь наносить, мы можем на воспалительный элемент, мы можем использовать, если уже такой более-менее вызревший воспалительный элемент на ночь компрессы делать с мазью Вишневского, с эхтиолой мазью смешивать их ну то есть есть такие моменты когда мы можем с этим побороться но это не является лечением акне как патологии это просто решение каких-то эпизодических проблем вот состояние кожи с нарушением пигментации может быть ну здесь больше конечно имеется ввиду не гиппигментация гиперпигментация когда есть пигментные пятна и вообще склонность к образованию вот одно дело когда человек просто без защиты от солнца идет и подолгу проводит время на активном солнце такие самые неблагоприятные часы у него возникает пигментация другое дело когда у человека например патологии щитовидной железы который очень часто сопровождается тоже нарушением склонности к пигментации и там несмотря даже на все спф и и жирополые шляпы иногда все-таки это гиппигментация присутствует поэтому такой человек в 10 раз больше цитирует свое внимание на этом да и бережется вот ультрафиолетом но это опять-таки состояние кожи пирос это тоже состояние когда слабая сосудистая стенка то есть когда любые там перепад температур горячей пищи какие-то острые еда там специи могут спровоцировать разрушение хрупких сосудов капилляров поверхностных они еще бывают близко расположены и сразу видны вот эти теле ангиэктазии к сожалению сами теле ангиэктазии то есть уже разрушенный сосуд так называемый сосудистую звездочку мы топическими препаратами убрать не можем вы мы можем только выжечь его лазером или волосковым электродом сургитрона на то есть радиоумам воздействия вот уже сосудами которые еще не разрушились но могут еще воспринимать сигналы сузится расширить и так далее и можем как бы тренировать сосудистую стенку вот они как раз хорошо отвечают на терапию вазопротекторами то есть всякими препаратами которые улучшают микроциркуляцию укрепляют сосудистую стенку улучшают реологию крови параллельно не как правило все снимают отечность это тоже хорошо потому что отечной ткани сдавливают и сосуды лимфатические сосуды сам себя замкнутый круг усугубляют даст мы станем вот поэтому как раз такие компоненты как экстракты конского каштана листья красная награда как у нас в деле антикупероз как троксируйте им тот же самый тоже в деле антикуперозным он есть различные венотоники тоже растительного происхождения такие как арника плюш это в гелии для сухой нормальной кожи на волосе неконцентрательные а у есть их как раз можно использовать в рутинном регулярном уходит для того чтобы как раз работать с кожей с куперозом с разоваться например да когда перо с одним из проявлений является на этой патологии в основе который лежит слабой сосудистой стенки с сочетание с неадекватным умным ответом нейрорегуляция то есть анги невроз по сути у нас тоже есть отдельное видео на тему пироз достаточно много можем поискать тоже на нашем канале посмотреть если интересно вот ну и также как состояние атоничная тусклая кожа будет тоже я очень часто об этом упоминаю так называемый синдром кожи курильщика причем это кожа курильщика она не обязательно будет у курильщика всегда об этом говорю можно работать в полуподвальном помещении или где-то без особого доступа кислорода не гулять на свежем воздухе и получить такую же тускую серую кожу как у пророжженного пирильщика и соответственно все это проявляется как сосудистый недостаточно тушишь ими и по сути так и кожа тусклой может быть еще и от гиперкератоза сильного когда у нас нарастает роговой слой очень выраженная кожа становится не свеженькой такой такой серый тусклый и как раз вот это состояние она очень легко убирается нормальной эксфолиации хороший щадящий регулярный а вот все таки какими-то сосудистыми проблемами нарушениями тургора и тонуса уже работать приходится дольше и сложнее немножечко упомяну на всякий случай какому принципу все-таки у нас происходит диагностика при акне потому что акне это достаточно сложное заболевание заболевание как раз остальных желез и волосных фолликулах и она может иметь и какой-то семейный анамнез то есть действительно по статистике на протяжении там какого-то количества поколений бывает что там о мужской или по женской линии акне сопровождает многих и поэтому здесь тоже важно это понимать что какая-то какой-то риск есть например ребенка у которого у папы было например какая-нибудь тяжелая фульминатная форма надо быть осторожней в подростковом периоде следить смотреть да не запускать очень часто бывает такое что а перерастет я всегда с недовольством об этом говорю потому что никогда не перерастает чаще всего а потом просто будем всю жизнь страдать как как убрать рубцы поэтому лучше схватить быстрее эту патологию и ввести человека в состоянии стойкой ремиссии нежели потом последствия расхлебывать соответственно лабораторная диагностика тоже проводится и соответственно здесь вот как раз мы начинаем уже двигаться к тому что здесь улавливается разница между например тем же самым подростковом окна и дали окна и молодого возраста и все-таки окна и называемым возрастным то есть окна тарта окна до тормова называть надо вот и здесь уже конечно на первый план выходит например гормональные изменения причем не именно пубертатный да а такие хронические патологические изменения вот и связаны они бывают с разными причинами то есть может быть нарушение допустим в выработке половых гормонов до женских и мужских как правило анализ делать сантастерон на дегидро и педра сторон и делаются на женский гормон анализа лгфсг дали тонизирующий фолликулостимулирующий гормон и смотрится баланс этих гормонов то есть насколько они между собой например балансе там есть определенные нюансы например по лгфсг к примеру вот и смотрится естественно мужские гормоны женщины в том числе также пролактин очень влияет потому что к сожалению гиперпролактиномия это такая частая причина например возрастных акне и поэтому имеет смысл всегда сдавать на пролактин и конечно если есть какие-то уже симптомы до гиперпролактиномии выделение молозию там и так далее вне фактации и поэтому конечно можно как бы положить что-то но бывает что это как-то бессимптомно происходит определяется беру только окна и поэтому например находкой такой не очень приятные бывает например одном офис это гормоноактивная гормонально активно об и поэтому такие анализы делаются гормоны щитовидной железы тоже ну потому что действительно при дисбалансе считает на железа она серый кардинал нашего всего организма поэтому если нарушенную деятельность то страдают все органы системы как правило и поэтому здесь как раз есть смысл выявить какую-то недостаточность или наоборот оперфункцию если вдруг она имеет место быть также очень влияет надпочеки да то есть как бы кортизол это важный такой собственно гормон на самом деле он считается гормоном стресса еще повышается при стрессе поэтому когда мы сдаем негормональный профиль в том числе на кортизол нам нужно обязательно минут двадцать и полчаса пасси идти спокойно перед сдачей крови на иначе у нас кортизол может быть повышен если мы бежали опаздывая на анализ это будет в общем-то не нелевантный такой как бы результат также делается тест на толерантность глюкозе потому что скрытое такое преддиабетическое состояние при ней диагностировано или у тех же диагностированных уже диабетиков может провоцировать опять-таки возникновение воспалений которые могут быть связаны как раз вот этой основной патологии кроме того естественно обязательно консультируется пациент опять-таки чаще всего взрослый пациент с эндокринологом и гинекологом и как правило из специалисты назначают дополнительные диагностические исследования то есть это может быть утро звуковое исследование узи малого таза хочу смотреть внимание что его нужно делать обязательно по циклу иначе он будет не информативен абсолютно этот результат потому что если мы придем на 10 там 12 день цикла делать узи малого таза и искать там увеличенный фолликул или еще что да то что может свидетельствовать например а стиркистоз на дапна по поликистозе синдром из пока я дай виду с яичников то к сожалению результат быть неадекватно потому что наши фолликулы увеличиваются процессе цикла до передовуляции может быть несколько крупных фолликулов они будут выглядеть как из пока я да на самом деле это обычный там доминантный крупный фолликул который могут принять за кисту например яичника если сделать не по циклу это очень часто ошибка к сожалению нормальный узист всегда пошлет вас говорится пошлет вас сделать еще раз не при них тратить деньги когда вы пришли к нему не по циклу а прийти попозже на 5 седьмой день и тогда это будет все понятно что там как происходит да потому что как раз в этот период сразу после менструального кровотечения не видно увеличенных вишниках я их не должно быть в норме крупных дают если как раз на 5 седьмой день что-то крупное такое кистозное мы там видим то вот этот как раз и может быть киста но вы тоже может функциональные через пару-тройку циклов может пройти тогда делается еще в динамике наблюдения а вот соответственно сожалению с пока я очень часто сопровождается всякими нарушениями внешне так как то окне и гирсутизм и действительно для подтверждения диагноза и очень информативно главное правильно его делать также естественно какие-то воспалительные процессы можно параллельно продемонстировать на образование найти узи надпочечников делается потому что опять таки у нас могут быть какие-то гормонопродуцирующие образование в области надпочечников в норме и на узи они не видны и особо да то есть как бы их практически не видно и когда там что-то в области надпочечников визуализируется чаще всего это что-то патологическое они обязательно злокачественные но уже как говорится надо принимать меры и следить как говорится еще дополнительные уже правило специалист назначает если например пролактин повышен отправляют пациента на рентген или кт мрт более современные главного мозга то есть область турецкого села на посмотреть нет и там действительно образование в области гипофиза и в общем это достаточно такие важные исследования поэтому я всегда за то чтобы специалисты у пациента не сам человек сам себе назначал как говорится эти исследования ходил там тратил кучу денег и непонятно как эти исследования расшифровывать что зачем вообще назначать потому что ну много можно лишним себе сделать и в общем незачем а специалист он понимает логику как бы процессы и все вам правильно назначить если подопадный специалист вот ну и также сейчас достаточно часто назначаются анализы на гельминтов на лямблей к сожалению многие гельминтов те же самые при апистархозе при токсокоррозе но у них такой цикл развития что не всегда по анализам можно их определить но если мы определяем антитела по крови как правило это все более точный вариант нежели чем мы ищем их в калии примеру и поэтому такие патологии как тот же самый пистархоз эмблиоз токсокорроз дефилобатриоз это самые такие распространенные гельминтозы на которые нужно обратить внимание до сделать возможный анализ когда трудно подается например окна и лечение вообще непонятно откуда все все берется то есть бывает и так что когда вот это состояние лечится убирается и это не значит что у всех опять-таки до многих вот там ну то есть я читаю там она расти формы вопросы сдают вот я там стал анализ на гельминтов пролечился у меня все окна как ну да ему повезло у него причиной были гельминты и нашли и ликвидировали а у кого-то причина другая нарушение гормонального фона или гиперполактинами значит ему анализ на гельминтов и лечение от них на не поможет значит основные элементы это у нас кожные которые мы можем видеть это у нас папулы и пустулы и могут быть комедоны до закрытые открытые вот естественно такие элементы как узлы например да или там слившиеся какие-то элементы папулы пустулезный то есть и бесполосные полосные они утяжеляют течение да то есть когда есть узлы это уже как как минимум третья стадия окна вот и вторичные элементы которые могут быть это трещинки язвочки орки особенно при экскреированного окне когда человек сам там еще вариант на компульсивную расстройство начинает их скорябывать вот здесь тоже это все утяжеляет течение то есть но здесь на картинках элементы кожной сыпи да угревой то есть закрытые комедоны когда мы видим просто бугорки и открытые комедоны когда мы видим либо желтые либо уже потемневшие кислющиеся кожное сало либо например могут быть кисты сальных желез то есть миллиумы вот эти вот плотные беленькие узелочки которые мы в принципе только вот иголочкой специально как говорится обычный человек или вот может его удалить не нужно расковыривать его ни в коем случае не нужно выдавливать этот миллион вот это вот миллион и как раз и собственно это достаточно легко удалить на всех очень-очень много конечно если их все удалять то можно травматизировать кожу иногда при систематическом хорошем отшелушивание они сами уходят и папулы это подкожники так называемые то есть красные подкожные элементы которые нельзя выдавливать пустулы это гнойнички когда у нас есть полость заполненная гноем и 3 там мертвыми клетками иммунной системы и собственно как бы вот эти как раз элементы убираются при помощи ложки фурункулы это же более объемные карбонкулы воспалительные элементы но узлы это когда они как бы слившиеся иногда бывает даже свищевые ходы тяжелых формах не когда свищи образуются так вот что мы можем да как говорится сделать знать как не превратить просто жирную кожу первым проблемным я об этом тоже говорил упоминала по вебинаре по как раз проблемную кожу и собственно этот слайд как говорится для того чтобы напомнить если кто не видел и как правило в принципе основной причиной является конечно фолликулярный гиперкератоз в сочетании с повышенной активностью сальных желез и кроме того что важно изменяется качественный состав кожного сала то есть двигается по щелочную сторону изменяется вообще состав кожного сала начинают в нем и собственно кожи смазанный им развиваться патогенная микрофлора то есть так она в жизни условно патогенной является то есть это та же самая пропионобактерии сейчас и называют кути бактериакнос и например клещ демодекс а в состоянии логическом на то есть когда патогенные условно патогенные флоры становится больше в норме чем микрофлоры нормальный и тогда собственно она начинает уже участвовать в формировании клинической картины то есть раз формирование воспалительных элементов к сожалению у молодых пациентов очень часто все таки причиной является неправильно подобранный косметический уход нарушение гигиенических правил на каких-то какие-то может быть нарушения именно диетические как-то условно говоря подросток начинает получать карманные деньги и тратить их на бургеры какой-нибудь фастфуд джанкфуд и чипсы с кока-колой и у него покупать сладости бесконтрольно которые дома запрещают есть и тогда конечно это может провоцировать как бы усугублять состояние если есть склонность к этому как раз такой как акне но как раз у более возрастных пациентов с акне и формирование дерматоза них на первое место все таки выходят гормональные проблемы или какие-то сопутствующие патологии и нарушение барьерной функции если у подростка например кожа ну редко когда будет прям вот конкретно обезвоженная или там допустим с так очень сильно нарушена барьерной функции если конечно он там не начитался где-нибудь что надо каждый день с лицевой кислотой на спирту протираться так в общем принципе у них все достаточно быстро восстанавливается и регенерирует быстро в отличие от нас уже говорится оксакалов и собственно уже где-то после 35 лет к сожалению я уж не говорю о том что уже говорится возраст уже в премина паузе да например женщин к сожалению регенерация замедляется обновление кожи замедляется гиперкератоз усиливается за счет того что плохо отшел с кожи если ей не помогать то получим снижение уровня увлажненности и нарушение барьерной функции несостоятельности гидролепидной пленки и все комбинации 33 удовольствия и вот мы пришли как говорится к тому ради чего собрались да как же отличить не то что как же отличить понятно отлично легко но какие вообще основные отличия менее возрастного и более возрастного окна то есть подростков и взрослых ну самое основное конечно которым все наверно знают это то что все таки у подростков чаще всего поражается т-зона в молодых пациентов не не будем мы конечно 25-летнего мужчину называть подростков вот но все таки т-зона до чаще всего у взрослых окна тарда чаще поражается вот эта зона зона и если у как говорится подростков скомбинированной кожи жирной кожи как раз именно сиборейная зона вот это поражается то у взрослых например щеки могут быть сухими воспаление там все равно могут быть у подростков преобладают все-таки комедоны то есть облаку слова понятно есть все зависит от стадии от выраженности процесса много комедоны присутствуют всегда а у взрослых комедонов может и не быть то есть здесь в данном случае важно то что преобладание идет именно воспалительных элементов и зачастую именно таких вот трудно разрешающихся подкожных то есть популезных элементов у подростков чаще всего тяжелые формы будут скорее у мальчиков чем у девочек хотя я не говорю о том что у девочек не бывает еще как бывает к сожалению но чаще все-таки вот фульминантные формы какие-то такие быстрые на конвобатные угри они чаще всего у мальчиков возникает а взрослые окне да да ему больше подвержены конечно женщины к сожалению даже мужчины они готовы возрасту как правило перерастают вот если нелеченые у них остаются рубцы зачастую на всю жизнь если у них нет возможности с ними потом побороться это все очень дорого стоит и в общем достаточно травматично все эти лазерные процедуры иногда при тяжелой форме окне когда поражается дерма рубцы глубокие зачастую гипотрофические то есть рытвины впадины к сожалению с ними очень сложно бороться и практически но раз даже невозможно можно чуть сгладить да ну не убрать совсем у подростков неглубокие воспаления то есть глубокие воспалением часто рубцуются а неглубокие быстро разрешаются без каких-либо вообще последствий то есть если у нас условно говоря поврежден только эпидермис то элемент постакне очень недлительно существует и потом как говорится уходит быстро возрасте же уже определенном то есть там условных 35 плюс у нас к сожалению кожа обновляется сами длина это самая главная причина и кроме того есть склонность уже возрастная к образованию пигментации поэтому пигментированные застойные пятна постакне это в общем-то чаще встречается у более возрастных пациентов с акне и эти элементы постакне очень долго разрешаются очень долго уходят иногда они могут по полгода погоду сидеть на одном и том же месте и в общем очень тяжело от них избавиться какое еще отличие да такое интересное у подростков то есть у молодых пациентов с акне часто поражается тело то есть где есть сиборейная зона где есть достаточное количество сальных желез волосяных волликулов там и возникают воспаление а вот у возрастных пациентов с акне редко поражается тело но может быть характерно поражение тех зон для которых вообще не характерно сучить активность социальных желез то есть например и чувствительность к андрогенам да например нижняя треть спины это вот такой маркер именно так характерный для все-таки взрослых пациентов как на а у молодых чаще всего помимо лица тезоны воспаление возникает на груди плечах спине и у подростков это конечно же гормональный сбой но не в первую даже но как бы в первую наверно все-таки очередь но очень большую роль играет плохая гигиена неправильно подобранные косметические средства с не обязательно эта девочка с декоративной косметикой может мальчик испортить себе барьерную функцию нарушить каким-то агрессивными средствами навязчивыми рекламируемыми по телевизору вот и увы это как говорится приносит свой негативный результат ну либо не обязательно агрессивными могут использовать например несоответствующий типу кожи крема и поэтому этим часто часто все-таки девочки страдают да но в общем это все может спровоцировать закупливание пор образование воспалений без какой-то такой внутренней на то причины серьезные а для взрослых все-таки конечно основная причина для ману нарушения и какие-то серьезные внутренние патологии про методы мы не будем сегодня подробно говорить потому что об этом есть подробно других видео рассказывала но для того чтобы просто для сведений они для как говорится действия естественно надо понимать чем лечь так надо потому что надо разделять все-таки уход и лечение очень часто у нас бывают вопросы учитывая то что сейчас частично особенно домашний уход гильтековский измеряно то что такая сильная косметика профессиональная раньше они только косметологи знали и в основном те кто занимается аппаратными методиками какой-то вот такой косметологической эстетической физиотерапии сейчас конечно же с повальным увеличением онлайн продажами да естественно гильтек тоже есть на маркетплейсах и очень часто оттуда поступают вопросы которые ответственные за это люди зачастую перед рисуют мне и я на них отвечаю уже в соответствии со своим же компетенцией очень часто вопросы именно по поводу например разочарование какими-то средствами например тем же сам гелем демотен который человек покупает думая что он вылечит ему акне 3 стадии потому что конечно доступность ресурсов в интернете она не всегда на то есть не со многими играет злую шутку потому что ну каждым человеком по разному информации воспринимается не всегда адекватно поэтому надо понимать что такое уход а что такое лечение для лечения препараты медицинские применяются да то есть лекарства будь то топические препараты то есть для наружного нанесения вот то какие-то системные препараты которые принимают внутрь или при помощи не цивили уход это все-таки самое главное это именно восстановление кожи в период лечения например какими-то агрессивными препаратами то есть мы лечим пациента ретиноидами пиротопическим у него сухость гиперчувствительность кожи нам нужно восстановить барьерную функцию чтобы ему было легче перенести это лечение например при прямее применение системных ретиноидов часто сухость кожи вообще очень такая сильно возникает а когда человек например пьетра куда и опять-таки нужно кожу смягчать увлажнять устанавливать ее потому что если кожа опять-таки плохо увлажнена нарушила барьерная функция патогенная мета микрофлора она активизируется к сожалению до нормальный микрофлора если погибает в результате агрессивный уход да надо ее тоже поддерживать вот то тогда мы получаем замкнутый круг то есть мы как только хомячок в колесе бежим 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 выхода нет вот поэтому здесь конечно очень важен баланс между уходом и лечением и зачастую дерматологами ограниченное количество времени на приеме в пвд вы просто физически не имеют возможности разобрать ваш домашний уход то есть назначить вам новый убрать какие-то препараты предостеречь вас от каких-то гигиенических ошибок да те же самые одноразовые полотенца посоветовать использовать тогда просто ну нет возможности действительно выделено очень мало времени на прием и поэтому конечно в этом плане врач который работает в рамках эстетической медицины имеет там час-полтора на консультацию конечно имеет преимущество перед дерматологом хотя квалификация может быть совершенно идентичная да но просто у одного времени хватит все вам расписать у другого хватит времени и поэтому его лечение будет более эффективным то что будет сопровождаться подбором еще и грамотного ухода корректировкой вашего домашнего ухода это я сейчас как бы не к специалистам к вам кто присутствует обращаясь так тем просто обычным людям которые не имеют медицинского образования и косметологического и будут смотреть этот вебинар просто в записи надеюсь почерпнуть что для себя полезно так вот медикаментозные средства назначает только врач это могут быть антибиотики но ред реже часто потому что сейчас очень устойчивая резистентная флора к антибиотикам ко многим мы очень многие антибиотики ну можно сказать потеряли как эффективные препараты потому что флора уже вообще никак не воспринимает и соответственно они могут быть только как вспомогать не такой вариант то есть не самое самое конечно основные увеличения окна являются ретиноиды как топические как и системы но у них опять таки есть много и противопоказаний нужно контролировать органы и системы свертывающую систему крови функциональную работу печени да то есть надет периодически и биохимический анализ крови кого грамма да когда используется допустим системные ретиноиды топические ретиноида они используются тоже активно и они конечно более безобидны чем системные их можно использовать второй даже при комедональной там окна второй стадии вот системные все-таки подключают уже при тяжелых формах и средне тяжелых и поэтому здесь как раз очень важный вот который сопровождает вот это вот достаточно агрессивное лечение нитромидозол и тот же самый нитромидозол ну чаще всего назначают конечно при высыпаниях связанных с такой патологией образация при окне реже но тоже он имеет и противоспалительный эффект и в общем антибактериальный некотором роде если демодекс присоединяется то акарициды сейчас самый такой современный акарицид это конечно и вермектин то есть гель салантра не всем он конечно подходит у некоторых задражение сильно вызывает а некоторым очень хорошо как пациент на нем идут но опять-таки все лекарства для лечения окна это не один в поле воин вот и как правило все-таки это какой-то комплексное лечение и плюс еще хороший адекватный уход и гиена вот это тогда действительно будет быстрый результат насколько это возможно потому что есть пациенты которые ждут через неделю уже результат покупая один демоты но к сожалению это называется завышенное ожидание гормональные препараты до используется зачастую но у женщин когда окна я связаны с нарушением гормональной сферы соответственно тоже могут использоваться и как бы имеет место быть такое лечение тоже со своими естественно нюансами да и противопоказаниями и параметрами требующими контроля дампе ту же самку углограмму нужно обязательно делать когда коку назначаются вот ну и наружный препарат а вот к наружным препаратам противоспалительным частично и уход относится например золоиновая кислота она содержится и в медицинских некоторых препаратов до небезызвестных вам и в косметических например наш сыворотка стопок не содержит 10 процентов золоиновой кислоты но помимо неё она содержит еще и восстанавливающие уходовые компоненты то есть там витамин еды пантенол там пребиотик один интересный тоже находится его коммерческое название сирены шилд то есть он восстанавливает на краснормальный микрофлор поэтому стопок не это комплексный препарат кто неплохо переносит золоиновую кислоту в чуть больше концентрации в составе простых гелий до пустых без каких-то активных уходовых компонентов можно попробовать золоиновую кислоту в виде сыворотки стопок не с уходовыми компонентами возможно она учитывая то что меньше раздражение будет вызывать а золоиновая кислота все равно будет работать возможно на ней лучше пойдет кожа то есть как тут нормально переносит и медицинские препараты золоиновой кислотой все индивидуально бензайл пероксид используется достаточно часто и как раз бензайл пероксид он агрессивный конечно да то есть он один из тех препаратов которые но на его основе вызывает достаточно сильное раздражение шелушение такие могут быть неприятные явления но он достаточно неплохо предотвращает распространение воспалительных элементов в глубину то есть предотвращает появление рубцов поэтому если раньше считал что например те же самые топические ретиноиды адапален да сам золотой стандарт печенье окна комедональные и папу стульозные вариантов если его не рекомендовали сочетать с бензайл пероксидом опять-таки в избежание раздражающего эффекта сильного то сейчас есть даже препараты комплексные которые содержат одновременно и адапален например и бензайл пероксид это небезызвестный гель физел вот и он хотя и довольно таки агрессивно то есть он более агрессивно на коже чувствуется пациентом переносится чем например тот же самый дифферин с одним адапаленом в составе но если есть склонность именно к образованию рубцов глубоких узловых там каких-то элементов то например сочетание с бензайл пероксидом оправдано сера тоже является таким уже зарекомендовавшим себя на протяжении многих-многих лет компонентом который контролирует количество патогенных микробов на поверхность ну то есть не только на поверхность но и протоксальных желез то есть серу не любит динодекс серу не любит пропионы бактерии окна и поэтому сера зачастую хорошим является компонентом и для лечения а также она в подсушки тоже входит часто какие-то такие локальные болтушечки которые наносит уже непосредственно участки воспаления а также сера как профилактический такой вариант используется но гель для маты тот же самый нашли брифрагель 2 который используется воспаление какие-то вот как раз основным действующим компонентом дематена является сера остальные компоненты там у него очень лаконичный состав это соковой веры успокаивающий и иммуностимулирующие эффекты и гиалуроновая кислота высокомолекулярная это восстановление влияние ну точнее удержание влаги внутри эпидермиса потому что высокомолекулярная гиалуроновая кислота конечно никуда не проникает глубоко она именно удерживает лагу в коже а если мы хотим как заместитель терапии использовать при обезвоженной коже гиалуроновой кислоты нам уже нужно искать низкой ультрамолекулярной формы гиалуроновой кислоты например сыворотка 3d увлажнение очень часто показано когда кожа например проблемная еще и обезвоженная потому что там есть и компоненты снижают чувствительность кожи и есть три вида гиалуроновой кислоты том числе низкой ультрамолекулярная соответственно опять если мы берем возрастного пациента то зачастую ему конечно в этом уходе хотелось бы чтобы были какие-то возрастные компоненты поэтому здесь как раз мы например возьмем не 3d увлажнение при безложенной кожи например интенсив омоложение то что там есть компонент который стимулирует обновление кожи которые учу на омоложение работают и параллельно хорошо убирает обезвоженность ультрамолекулярная гиалуроновая кислота там составе который величиной 5 килодальтон и проходит соответственно в дерму способна преодолевать термальный барьер но и препарат все тоже знают наш это такой хит может садить тайковский но на всякий случай упоминаю что можно использовать в комплексе как раз когда проблемная кожа но при этом обезвоженно еще и возрастные микроэлементы цинк магний тоже хорошо медь очень хорошо когда присутствует например в той же самой 40-100 пактный бархатоники у нас есть комплекс вот этот вот на микроэлементах и соответственно целециловая кислота баха кислота она используется как правило для локального воздействия для того чтобы растворить кожное сало и собственно может в составе быть других препаратов небольшом количестве опять-таки с целью просимулировать обновление просимулировать разжижение кожного сала его луку и плацу более то есть как раз топ окна тоже есть немножко салициловой кислоты немножечко и есть ваха тоники и у нас сейчас вышла кислотная сыворотка с кислотами альфа-дерм многие возможно они услышали потому что мы давно ее уже испытывали ждали на миндальной кислоте кстати достаточно лояльная на к ультрафиолету миндальная кислота она не считается фото токсичной но опять-таки если в какой-то сезон активного солнца использовать кислоты то конечно нужно очень тщательно защищать кожу от солнца потому что какая бы ни была не фото токсичная кислота это все-таки достаточно такое агрессивное воздействие на кожу то есть это такая негативная стимуляция и соответственно мы можем конечно же спровоцировать при склонности к ней пигментацию если не защищаться от солнца энзимы также наружный препарат который избавляет при регулярном применении от гиперкератоза то есть та же самая энзимная пектиновая маска например если регулярно делать то не будет так сильно нарастать на поверхности эпидермиса роговой слой утолщаться и ну помимо того что кожа будет более свежий на вид мы будем убирать частично вот эту причину популярный гиперкератоз но только не внутри уже как бы в основном самих волосных фолликулов и цальных желез а собственно на поверхности эпидермиса соответственно из методов каких-то косметических мы можем использовать опять-таки чистки можем как вспомогательный метод использовать дарсонваль как противоспалительное такое эпизодическое воздействие в основном на воспалительные элементы у нас есть тоже опять-таки много видео информации где про дарсонваль более подобно говорится конечно же и ринги и дермобразия это уже потом делается если нужно ликвидировать последствия то есть восстановить рельеф допустим убрать постакна или помочь им побыстрее разрешится при обострениях никакие такие процедуры достаточно агрессивные конечно с повреждением кожи особенно конечно же нельзя делать ни в коем случае энзимный пилинг это единственно разрешенный пилинг который можно без проблем делать в активность обе акне вот соответственно как я уже говорила основными ошибками пациентов чаще всего является нарушение гигиены неправильный подход к подбору домашнего ухода что является в свою очередь следствием неправильное определение типа кожи состоянии кожи да когда человек опять-таки испытывает какую-то ощущение стянутости сухости и начинает думать что у него сухая кожа она у него на самом деле жирная еще и проблемная он берет начинает пользоваться неподходящей косметикой которая содержит много масел комедогенных компонентов либо наоборот начинает пытаться обезжиривать обезжиривать свою казалось бы жирную кожу и таким образом настолько поближе повреждает и делает несостоятельным гидролипидный барьер что кожа уже не способна справиться со своей собственной условно-патогенной микрофлорой и это условно-патогенная микрофлора радостно становится патогенной и окне соответственно у нас усугубляется течение состояние ухудшается присоединяется дембекоз соответственно контролировать надо качество и комедогенность и сроки косметики то есть косметика которая используется уходовая до те же самые даже лечебные препараты некоторые но раз там купили там сколько лет назад лежал у них тут вот пригодилась на самом деле всегда кажется они сургодности в том числе сургодности после открытия что тоже очень важно важно у нас например препарат там гель текс и какой-нибудь гель может храниться три года если вы не открывали если его уже воздушную пробку прокачали дозатором на уже консерванты перестают работать которые воздушную среду консервируют то уже начинается срок после открытия он уже равен например 12 или 18 месяцем человек думает что вот на банке у нас стоит до двадцать третьего года знаешь до двадцать третьего года я его буду пользоваться не зарядка экономить буду вот на самом деле это все не так и косметика должна быть свежей иначе мы просто обсеменяем кожу непонятные микрофлоры не всегда хорошим и собственно консервант уже не работают которых добавлено ровно минимум до чтобы не вызывать раздражающие эффекты и так далее консерванты все-таки стараются добавлять именно в необходимых количествах они лишь бы там законсервировать на авось чтобы никто не прорвался поэтому конечно нужно следить за сроками всегда режим питание должно быть сбалансированно но это понятно мы не будем сейчас на этом долго останавливаться еще очень важный такой момент как комплайнтность пациента лишь к лечению так называемый да то есть когда пациент выполняет ваши рекомендации лечится ровно столько сколько положено ровно в той дозировке препараты используют как положено в том нужном количестве их наносит не обязательно больше раз ретиноидов больше нанесешь чем надо получили ценой драматиться вот поэтому всегда нужно смотреть да и комплайнтность это как бы насколько человек готов продолжать лечение да иногда начинаются первые признаки раздражение сухости какие-то дискомфортные ощущения пациент бросает это все бросает лечение не идет причем к вам а идет на форумы какие-то начинает искать альтернативные методы лечения своей проблемой и потом конечно это все плохо заканчивается чаще всего процесс усугубляется лечить его становится сложнее образуются всякие уже вторичные элементы и плюс рубцы образуются с которыми потом бороться в 10 раз сложнее и дороже поэтому надо всегда конечно пациенту по максимуму все рассказывать что его ожидает как бороться с какими-то побочные явления от лечения которые могут быть и собственно как предотвратить их то же самое использование ретинола к примеру даже если мы используем ретидерм 025 наш в качестве анти-эйдж препарата он кстати параллельно еще и работает с воспалениями неплохо конечно может быть мы там при каком запущенном процессе естественно не назначим его в качестве лечения да потому что маловато будет дозировочка вот и соответственно при лечении окна используется все-таки больше синтетические ретиноиды такие как адопален и пазаратен а не чистый ретинол который все-таки больше в сторону анти-эйдж смотрит но все-таки противоспалительный эффект есть обрегулирующий эффект есть антипигментный эффект есть и поэтому ретидерм 025 как раз в уходе востребован как раз пациентами с проблемной кожей но не патологической когда это состояние эпизодическое спаление склонности потому что конечно если мы используем в уходе ретинол содержащий препарат достаточно активно мы уже не можем применять например лечебный ретинол например дополен синтетический то есть пользоваться ретидермом и одновременно лечить воспаление тем же самым дефирином или физом мы не можем так делать нельзя поэтому и нежелательно конечно нежелательно иногда кажется делают схемах назначено это нежелательно когда мы топические с системными если уже человек на руокутание то он уже прекращает как правило применять топические ретиноиды потому что кожа все она будет очень сильно реагировать на ретинол и то есть на третина им и побочки будут очень сильны особенно если будешь то есть кожа нужно уже тогда поддерживать только очень мягко с ними обращаться если человек вынужден применять системные ретиноиды такие как руокутан значит соответственно если человек приграет прекратил лечение только при первых признаков улучшения или прекратил лечение при первых каких-то побочных эффектов причем даже не поставив известность врача то это все конечно тоже влияет на исход состояние будет как правило ухудшаться и чем больше на ухудшается чем сложнее вылечить дольше очень часто бывает что много всего пробует вот там услышал здесь услышал попробовал и как говорится все равно результат никакого нет уже не дожидаются того момента когда накопительный эффект сработал наконец и естественно самостоятельная как говорится самодеятельность в виде выдавливания ускорительных элементов еще и не уменьшим как правило разносится вся эта инфекция ускорительных эффектов элементов становится гораздо больше ошибки косметологов которые тоже я достаточно часто упоминает когда мы не смогли или не успели они не имели возможности и не захотели до скорректируют домашний уход очень жаль когда врачи имеет возможность они делают это что это очень важный момент 80 процентов успеха на самом деле если будет правильно домашний уход при даже самом адекватном адекватной схеме лечебный не расписали режим питания питья не убрали какие-то экстрактивные вещества из диеты да не объяснили что нужно пить чистую воду и чай кофе не считается питьев в ночи вот эти такие нюансы самый банальный данный раз как могут улучшить их состояние хорошо да также могут при том что если мы это не обсудили ухудшит то есть пациент будет вести свой привычный не сам как говорится сложный образ жизни и в общем на состоянии кожи как правило влиять не самым лучшим образом вот кроме того сразу иной раз назначают тяжелую артиллерию да и без того он на это показание да пошли иногда можно попытаться начать с малой крови понятно что это серьезно как фульминатная форма там на россии глюкортикоиды нужны коротким курсом это понятно но если мы например имеем дело с пациентом молодым у которого явно какие-то ошибки в уходе гигиенические какие-то ошибки и мы его сразу как говорится из пушки по воробьям могли бы начать с чего-то более безобидного с устранения гиперкератоза с ухода правильного с корректировки корректировки какой-то образ жизни образ жизни его с золоидовой кислоты то же самое и собственно может быть нам и не пришлось бы тогда более серьезные соответственно с большим количеством побочных эффектов вреда препараты использовать использование соответственно чисток и массажных техник при наличии большого количества спалительных элементов это ошибка но в основном конечно грамотные косметологи опыт мне конечно когда это не сделают вот начинающие косметологи зачастую эстетисты этим страдают вот потому что им кажется что будет много воспалительных элементов сейчас я все их уберу и кожа станет чистой нет не станет надо отправить к специалисту с высшим образованием медицинским да и чтобы назначил какое-то лечение консервативное и только потом уже проводить какие-то манипуляции вот по поводу протоколов да близимся уже концу вот вопросы кстати если есть задавайте потому что вы так тихо сидите вопрос не задаете может быть что-то что-то может быть непонятно или достаточно как бы понятно то есть мне бы хотелось конечно обратную связь от вас видеть и вот периодически протокол в принципе стандартный всегда у нас если мы чистим комбинированно то есть классическую чистку доделаем либо совмещенную аппаратная с мануальной либо просто разрыхляем эпидермис при той же самой энзимной маской под пленку да то есть используем какое-то средство для холодного распаривания и потом делаем чистка руками зонально до убираем пленочку с участков кожи очищаем от всяких средств разрыхляющих и дальше берем инструмент берем свои руки салфеточка убираем комедонный пустулы прежде потом пустулам обязательно прижигаем соответственно пушечкой на основе лучше всего чтобы это был цинк до спиртовые не все эти болтушки содержащие но мы их используем локально и соответственно вот так вот в условиях полными как говорится соблюдение всех требования септики антисептики мы проводим самому но сама сам мануальный этап естественно у нас и ложку у нас стерилизованная то есть она у нас обязательно сухожарится либо автокладируется никакие другие способы дезинфекции ложек у на то есть инструментов которые контактируют с биологическими жидкостями неприемлемы то есть никаких я не знаю дозра створа замачиваем тогда мы замачиваем до сразу после процедуры да но потом мы ее отмываем и сухожарим то есть в сухожаре или в автокладе то есть это либо стерилизация паром либо горячий бульон вот соответственно мы делаем этап глубокого очищения рахаловного распаривания делаем этап собственно мануальной чистки да то есть можем предварить его утрозвуковым пилингом пример при сильно выраженном гиперкератозе и дальше мы используем поросуживающую маску то есть я здесь некоторые примеры привела на этом сайте которые на этом слайде до которые я зачастую использую но это конечно не все что предлагает нам индустрия профессиональной косметологии главное чтобы это была хорошая качественная профессиональная маска вот и соответственно после того как мы смываем уже маску глиняную мы обязательно делаем успокаивающую маску это очень важный момент и часто бывает такая ошибка что этот выпускается из процедуры с таким лицом как говорится что видно сразу же почистили на то есть еще пока разраженным еще пока с не до конца суженными порами не успокоены кожи с расширенными сосудами с покраснениями с гиперемией этого быть конечно не должно в наше время поэтому я всегда рекомендую делать успокаивающую маску проще сделать ее на основе например если вы на гельтеке работаете геля для сухой нормальной кожи него в сочетании с лосьонным концентратом него у нас есть вообще на самом деле это маска очень люблю очень часто упоминаю ее как совершающие после любых других в том числе процедур и как ее делать видео на пациенте есть у нас на гельтековском канале на ютубе и собственно можно посмотреть как раз если вы найдете там процедуру супер увлажнения поиском то там как раз на где-то 20 минуте я эту масочку делаю и соответственно эта маска успокаивающая позволяет дешевые сердиты как говорится закончить процедуру так чтобы следов экзекуции не осталось используются вот эти два препарата то есть один гелевый другой лосьон концентрат который кстати является самым наверное на мой взгляд лучшим тоником для тоничной тусклой кожи и возрастной так как там много вазопротекторов составе кстати для пациентов с розацией тоже лосьон концентрат него является препаратом выбора в качестве тоника то есть завершение очищения но в качестве маски делать все несложно то есть берется масочка из опять таки такого материала лежит вот такая вот масочка постоянно показываю как бы этот вариант вебинарах очень удачное сочетание и кожа после такой маски успокаивается очень хорошо тогда получается эффект фарфоровой кожи да мы для этого гель наносим на лицо сверху кладем маску маску пропитываем лосьонным концентратом него получается такая влажный такой компресс закрываем его сухим полотенчиком сверху и на 15 максимум 20 минут когда мы эту маску смываем уже нам ничего смывать не надо уже все впитывается можем остатками от этой маски просто лицо ну протереть от остатков гели если вдруг они впитались эти остатки и потом уже можно нанести финальное средство в качестве финального средства сейчас конечно ну раньше я чаще всего рекомендовал использовать например дематен как такой самый безобидный вариант гелевый серый с противоспалительным компонентом составе принципе можно его использовать тоже это неплохо но можно еще как говорится более активный вариант взять это кислотная сыворотка альфа дерм честно говоря у пациентов которые склонны к высыпаниям обсыпанием после чисток которые не очень скажем так педантично ваши рекомендации придерживаться их ваших рекомендаций да могут пойти спортзал после чистки несмотря на то что это категорически запрещено могут бассейн залезть куда-нибудь еще вот любят трогать лицо руками сразу бояться что без макияжа кто-то не дай бог увидеть наносит какой макияж вот таким пациентам конечно лучше домашний уход особенно после чистки какое-то время назначать прям реально противоспалительные препараты то есть это сыворотка стопакне или сыворотка альфа дерм или например стопакне на участке со спалением и на все лицо прямо поверх нее можно альфа дерм использовать вот это кислоты миндальная кислота и комплекс аха кислот по 5 процентов каждого дам то есть всего там 10 процентов кислот составе плюс там еще комплекс акваксил там еще есть антивозрастной компонент мая который лифтинг дает и альфа дерм как раз очень хорошо переносится то есть не вызывает воздражение не щипит как правило очень хорошо предотвращает воспаление новый поэтому вот лучше конечно чем таким закрывать и домой еще желательно конечно испечить этот препарат чтобы был дом у пациента вот но как вариант конечно можно нести и домотен можно назначить какой-то безобидный антисептик не на спирту на 3-4 дня после чистки если склонность потому что после чистки то есть актенис тот же самый и собственно вот так вот выйти из положения если а травматичную чистку мы делали да я уже упоминала принципе что мы не касаемся практически пациента да мы можем нанести энзимный пилинг сначала потом глиняную маску а потом успокаивающую маску например вот либо можем например говорится сделать например процедуру дарсонвализации после этой чистки от травматичной единственное что я не рекомендую дарсонваль пациентам покупать домой там постоянно себя им обрабатывать потому что у женщин например действительно дарсонваль может спровоцировать рост пушковых волос на лице нежелательно да и это не очень как говорится не очень хорошо вот если же мы имеем элементы поста окна то есть обострение от нас нет воспалительных момент почти нет а нужно избавиться от поставок в принципе неплох в этой ситуации например микротоковый инфодренаж то есть можно можно делать массажи вибрационно-щипковые по жаке так называемая вот по тальку ну точнее я конечно предпочитаю не тальк например антисептическую пудру той же скажем так израильской небезызвестной фирмы она на самом деле их там много вариантов вот не только одна фирма делает в общем они все похожи антисептическая пудра в принципе это не такой дефицит но я понимаю что где-то там в каких-нибудь отдаленных регионах где любая копейка на счету то возьмут конечно тальк но главное потом все это смыть не оставлять его на лице что он в поры не забивался и вообще как говорится тальк не самый лучший вариант для проблемной кожи соответственно вот таким образом тоже можно работать чтобы быстрее рассасывались медпостакта но если мы делаем такие процедуры то лучше сделать все таки как положено 10 штук ежедневно или через день ну и домашний уход заключение домашний уход конечно включает себя очищение мягкое какие-то противоспалительные препараты стоп окне или например альфа дерм тот же самый при наличии воспалений да то есть как бы можно носить участками можно носить стоп окне например на все лицо потому что там себорегулирующий комплекс составит тоже немаловажно альфа дерм всегда наносится на все лицо то есть не локально можно использовать как увлажнение и противоспалительный эффект гель даматен очень хорошо если нарушена микрофлора попробовать пробиоскин как я уже говорила действительно раз очень помогает как говорится восстановить нормальную микрофлору соответственно сократить количество патогенной перевести ее опять в разряд условно патогенной и соответственно при выраженной обезвоженности мы используем там допустим 3d увлажнение если например экскреированное окне то есть надо заживить поврежденную кожу больше да или допустим после чисток иногда бывает ну как-то мне очень заживают эти элементы удаленной то можно интенсив регенерацию на какое-то время подключить в уход вот как правило это идет защита от солнца летние весенне-летнее время зимой ориентируемся конечно на индекс инсоляции если опять-таки идет работа с постакны и пилинги там конечно мы и зимой защищаем кожу от солнца spf хотя бы 30 10 минимум то есть это вот увлажняющий крем наш дает вот а можно использовать мультипротектор 50 плюс если какое-то более активное солнце который как раз тоже имеет текстуру ойл-фри и тем самым подходит в том числе пациентам жирно-комбинированной кожи как правило вечером это вечернее время это удел серьезных препаратов то есть как правило вечером наносится и альфа-дерм то есть кислотность или ретидерм до ретидерм это ретинол вообще который применяется опять-таки при возрастной коже склонны к воспалениям да но не нужно пытаться наверное если есть выраженная какая-то симптоматика как мы пытаться лечиться уходовыми препаратами то есть для этого мы все-таки используем специализированные медицинские препараты тот же те же самые синтетические ретиноиды а потом уже для поддержания эффекта и плюс какого-то антивозрастного действия которые оказывают тот же самый ретинол а в ретидерме еще и не ацинамид добавлен количество трех процентов и аскорбил глюкозит то есть витамин c вот эти все компоненты они как раз очень хорошо работают с взрослыми изменениями заставляют кожу себя вести как более молодая обновляться лучше и морщинки уменьшаются и поры сужаются верующий эффект есть помимо ретинол еще и не ацинамид хорошую свою лепту вносит в себе регуляцию вот но опять-таки конечно какие-то состояния не самые простые с проблемой кожи не нужно пытаться лечить уходовой косметикой это я всегда об этом говорю и в этом убеждена косметика должна поддерживать а лечить должны медикаменты первую очередь вот и соответственно обязательно нужно регулярно эксфолировать кожу то есть отшелушивать ее энзимно-пектинного маска нам в помощь под пленочку конечно когда есть воспаление нужно таких массажей по ней сделать это делать это как раз удел анти-эйдж каких-то воздействий на работы с кожей не проблемной с проблемной кожи мы все-таки его используем этот легкий пилинг энзимно-фруктовый как классическое холодное распаривание тоже под пленку потом смываем водичкой салфеточкой например да и дальше можем нанести свой вечерний уход или продолжить например уход интенсивно увлажняющей маской к удовольствию сделать ту же самую успокаивающую маску на основе лосьона концентрата нео и геля для сухой нормальной кожи с использованием вот эти вот массы это любимой вот то есть это уже как говорится можно даже дома делать при желании ну и конечно пациент должен исключить по возможности используем декоративной косметики можно использовать какие-то как раз после чистки как я уже говорила антисептики какой-то небольшой короткой достаточно время и в общем следить за барьерной функции кожи не переборщить вот ну а соответственно в ремиссии уже мы как говорится поддерживающий эффект оказываем можем увлажнять можем сосудами поработать можем какие-то антивозрастные компоненты использовать для молодых в принципе никакого такого супер разнообразного ухода не должно быть не должно использоваться потому что ну подростки особенно дали молодые люди они не так педантично к этому всему относятся и конечно лучше что что попроще но обязательно нужно чтобы очищение было мягким не как говорится разрушал все на своем пути поэтому избегайте очищающих средств лаурет или лориал сульфатом производными агрессивными лучше все-таки выбрать то средство где моющей основой будет кока глюкозид как нашим гель очищающими или допустим как они пропил бетаин какие-то такие неиногенные мягкие павы обязательно тоник нужен для восстановления ph и хорошее увлажнение то есть для кожи во время ремиссии окна как раз очень хорошо подходит пробиоскин подходит дематен подходит гель увлажняющий плюс который содержит гиалуроновую кислоту сокола и вера при биотеху к гель то есть такие вот простые лаконичные и в общем очень недорогие средства на этом собственно я сегодняшний наш вебинар закончу а